Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришин. Сегодня в 14.15.30 состоялось предварительное слушание, заседание первое по делу Михаила Ефремова. После заседания адвокаты вышли к корреспондентам Эльман Пашаев, Добровинский, дали свои комментарии, ответили на вопросы. И я уже делал часть первого такого достаточно большого интервью Пашаева. Я его решил разбить на две части, потому что иначе получилось бы очень длительно. Вот это будет вторая часть, собственно говоря, с того момента, где мы закончили первую часть и до момента того, как Эльман Пашаев сел в автомобиль. Значит, давайте посмотрим. Я думаю, что тем, кто следит за этим процессом, будет крайне интересно узнать мнение Пашаева, потому что по ходу, когда они шли, там не могла машина проехать, сигналили, и он пошел к автомобилю, ему задавали вопросы. В общем, я думаю, что вам будет интересно посмотреть. Пожалуйста. Вы не знали, чем он живет, как он живет, где он находится. После смерти, когда понимали, что Ефремов деньги есть, и тут же вспомнили, боже мой, предоставляют такие справки, что даже не могу вам рассказывать, суд предоставляет такие справки. Скажите, вы просили сегодня прогулки для домашнего ареста, чем мотивировали, почему суд так, вы думаете, отказал в прогулке? Даже в изоляторе разрешают, даже в любой тюрьме, в закрытой тюрьме, в изоляторе, человеку положено один час ежедневной прогулки. Как можно постоянно в тюрьме сидеть, в помещении находиться? Один час, не два часа даже, один-два. Это же хотя бы час. Нет, не разрешил суд. Но это право судей, здесь обсуждать ничего нет. Это право судей, потому что есть определенные моменты. Я надеюсь, вот этот общественный резонанс не будет влиять на работу в суде. По поводу состояния, в котором находился Ефремов по времени ЗТП, что он говорит? Почему был в алкогольном состоянии? Ну, вы знаете, наркотическое под вопросом обсуждать не будем, это преждевременно. Ну, алкоголь, кто не пьет? Ну, господа. Ну, в России единственный Ефремов пьет. Если единственный, он употребляет, давайте будем завтра его вешать. А по поводу наркотического, почему вы говорите, что не доказывает, что была экспертиза в организме? Я вообще не говорю, этого не было. Обнаружили. Есть определенные моменты. Потерпим, подождите, пожалуйста. Если с определенным моментом потерпим. Так скажите, он все-таки на сегодняшний день признает вину или нет? Тысяча первый раз повторяю. Мы вину не признаем преждевременно. А если вы вину не признаете, почему вы хотите помочь ей семье? Не так они не помяты. Если они за деньги бьются, мы готовы так отдать, чтобы... Господа, ну, если вам деньги нужно, ну, возьмите, только покажите свое истинное лицо. А они какую-то сумму вам называют, вы говорите за деньги? Мне было со слов, еще раз говорю, прямого не было предложено. То сначала, ну, люди опять передали. Сначала 50 миллионов просили, потом 100 миллионов просили, потом 150 миллионов просили. Я заулыбался. Я говорю, бедный Ефремов, даже его 10-е поколение не заработает 150 миллионов, чтобы им платить. Подскажите, пожалуйста, Ефремов будет во время судебного процесса молчать, а будет озвучивать линию защиты только вы? Вообще-то для этого есть защитник. А он своей позиции скажет только в конце. Будем слушать пока всех. А как бизнес проведет себя делать? Давайте не будем торопиться пока, это и завтра будем принимать решение. Что мы не делаем? Как у Михаила обстоят делать дела с алкоголем? Какого ли он заходил? Слышите, если человек пьет алкоголь, им обязательно доказать? Он не страдает алкоголизмом. Я не отдохну подался. Слышите, я как адвокат сам иногда употребляю. Это что? Ну иногда непостоянно. А можно, извините, вы постоянно наливали ему? Я даже не бывала. Вот, а как тогда можно? Вы же профессионалы. Как можете говорить, что постоянно употребляют? Ну как можно? Ну пока сами не наливали, рядом не сидел. Как можно такие вещи говорить? У Михаила в последнее время жаловался на плохое самочувствие. Как у него сейчас? У него морально-психологическое состояние плохое. Что погиб человек, еще раз говорю. Это очень порядочный человек. Это правда, говорю. Крайно порядочный человек. Какое решение вы находитесь оптимальным для себя? Решение принимать? В каком смысле имеете? В просто. Знаете, это преждевременно. Я же не... Такие фантазеры, которые по телеканалам бегают, там дают заключение, заранее вносят приговор. Вроде у нас правовое государство, у нас не банановое государство, неоднократно говорю. У нас есть судебная система, которая только суд имеет право назначать виновность человека. А у нас с утра до вечера устанавливает он убийцу. Это правда, что семья потерпевших потребовала 50 миллионов? Я же только что поговорил, пожалуйста. Я целый день... На сегодняшний день Евгений Олегович помнит об аварии. Он помнит, что был в машине ленчик. Представьтесь, пожалуйста, теперь еще раз. Защитник, адвокат Ефремова, Эльман Пашаев. Спасибо вам большое. Ефреман, можно вот один перелывальный вопрос? Было сегодня выдвинутый... Сережа, я не знаю, что в машину... Одно, чтобы признать... Отказали, удовлетворение от... Все, что они просили, отсюда отказали. То есть одно, чтобы признать гражданскую жену Захарова... Отказали, потому что до этого же было. Второе же продление, это ходатайство прокурора, это не государственные обвинители, не потерпевшие. Здрасте. Все, спасибо вам большое. Скажите, есть надежда? Здоровье, вам только здоровье. Держитесь, держитесь, сам всем здоровье. Берегите себя аккуратно, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Я вам быстро правильно пишу, очень спасибо. Ну вот, это вторая часть интервью Альмана Пашаева. Кому интересно, здесь действительно много такого содержательного он рассказал. Посмотрите, первую часть будет в рекомендациях. Там еще интереснее. Он рассказал и о потерпевших, и о своем отношении, значит, отношениям Ефремова с алкоголем, и о гражданских исках, и о, значит, продлении домашнего ареста, и о прогулках, и так далее, и так далее, и так далее. Подписывайтесь на канал, кому интересно, пишите ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Всем пока, до встречи.